Добрый день. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А мы продолжаем наше путешествие по теме секса и сексуальности, обсуждая различные аспекты и нюансы этих явлений. И сегодня мы поговорим сразу о двух достаточно противоречивых для широкой массы явлений. О том, что называют кукол секс вайф и свинг. Каждое из этих явлений имеет свою специфику, но в то же время и много общего. Для тех, кто знает, напомню, а тех, кто не знает, познакомлю с определениями этих явлений. Куколд секс вайф – это модель отношений в паре, при которой мужчина получает удовольствие от наблюдений за тем, как его жена или партнерша по отношениям занимается сексом с другими партнерами. При этом мужчина, обозначаемый в данной модели куколд, от английского слова кукушка, в сексе участие не принимает. Женщина, обозначаемая в этой модели как секс вайф, выбирает себе партнера для секса в нужном ей количестве и при желании спит с ними в присутствии мужа. Свинг – это другая модель отношений в паре, при которой две и более пары обмениваются своими партнерами для секса. Вариантов встреч для такого обмена может быть множество, в зависимости от договоренности между участниками. А теперь давайте разбираться подробнее. Сразу скажу, что оценок хорошо-плохо, правильно-неправильно, я давать не собираюсь. Как я говорил в самом первом видео из цикла о сексе и сексуальности, моя цель – донести информацию открыто и без конспирологии, а не раздавать кому бы то ни было диагнозы. Так вот, давая определение, я не зря использовал словосочетание «модель отношений» и объясню, почему это важно. Дело в том, что очень часто люди, открывающие для себя разнообразие секса и сексуальности, воспринимают кукол секс вайф или свинг просто как игру, как сексуальную фантазию, которую можно в любой момент попробовать и, если не понравится, пойти дальше. Однако в этой логике кроется ошибка, которая часто приводит не просто к разочарованию, но и к разрушению пары. Потому что, чтобы реализация таких практик была безопасной для пары как системы, партнеры должны подходить для таких отношений. То есть речь о предрасположенности обоих партнеров к подобному формату. Ни кукол секс вайф, ни свинг нельзя, а точнее потенциально опасно рассматривать как эксперимент ради эксперимента. Потому что если один партнер или оба изначально имеет внутренние ограничения, касающиеся ревности, измен, своих ролей в сексе, то им не рекомендуется пробовать нечто наподобие свинга. Следствием таких экспериментов могут стать конфликты, расставания, развод и даже психологические проблематики вплоть до депрессии и посттравматического стресса. Модель отношений означает устойчивую системную практику, когда все участники такой модели чувствуют себя в ней комфортно, получая от отношений позитив и ресурс, а не негатив и травматичный опыт. В заключении скажу, что если максимально упростить для понимания, то модель отношений к уколу, сексуальной ориентации, то есть это то, что априори не может подойти каждому, то, что нет смысла пробовать просто чтобы попробовать. Чтобы понять, подойдут ли такие модели отношений конкретному человеку или конкретной паре, нужен опыт качественного самонаблюдения и контакта с телом. И если контакт с телом качественный, то человек еще до реального опыта будет знать, подойдут ему такие модели отношений или нет. Именно поэтому для безопасного освоения секса как телесной практики и сексуальности как способности получать удовольствие от своих желаний рекомендуется предварительный сбор информации по вопросу, обращение к специалисту, к психологу, например, и развитие контакта с телом. Есть ситуации, когда риск оправдан, а времени на сбор информации и подготовку нет. Но секс и сексуальность к таким ситуациям не относятся. Нет смысла бездумно рисковать лишь потому, что однажды захотелось чего-то новенького. На этом будем сегодня разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, в том числе связанная с вопросами секса и сексуальности, обращайтесь. Я знаю, как и умею работать с данной темой. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю всего наилучшего и говорю до встречи!